Перед просмотром этого видео я хочу вас попросить скачать программу VPN и поставить в местоположение любую другую страну, кроме России. Например, США, Калифорнию, Канаду или что-нибудь такое. Это будет огромный вклад в наш канал. Всех очень сильно любим. Доброе утро! У нас сегодня 13 марта. И всем, кто переживал, что у нас уже весна и нет снега, когда я вам снимала в деревне, посмотрите, что у нас сегодня произошло. Поэтому всем, кто желал вам плохой погоды, большое спасибо. Я на голове тут запрела хвостик, потому что мерила кухню, столешницу и из-за шкафчиков, потому что наша кухня на квартире запущена из производства. И всегда произошла такая ситуация. В общем-то, я прошивала новую малышку Пиппер. Сейчас вам покажу, кстати. Сейчас включу свет. Ну вот, смотрите, сколько уже прошито. Я вчера, значит, прошила вот эти вот два участка. Оставалось мне вот этот и вот эта макушечка. И остался бы только перед. И что вы думаете, что могло произойти? Поставьте на стоп, напишите в комментариях. Кстати, малышка очень хорошенькая. Разбилась лампа для разогревания головы, чтобы легче прошивалась. Упала лампа и разбилась эта лампочка. Сегодня у меня работа на стопе, хотя мне нужно, например, закончить этого малыша. И за ним приедет мамочка. Вот, в магазине лампочки нету, которая нужна. Я заказала на самовывоз. Сегодня после 15 должны привезти. Очень надеюсь, что в обед привезут и мы заберем, потому что, конечно, работа на стопе. Пока буду снимать для вас видео. Сейчас я сначала покушаю. И буду для вас снимать разные видосики. На неделю парочку сниму. Также пишите в комментариях, какие видео вы хотите, потому что видео про директора, про школу, про воровство ляма набрало много просмотров. Видео из деревни набрало мало просмотров. Так же, как и видео про то, что лям пошел на борьбу. Поэтому я не совсем понимаю, какие видео вы хотите все же. Честно говоря, я вот сижу и думаю, может быть, я смогу без лампы прошить макушку. Я хочу макушку сегодня закончить, чтобы уже сегодня-завтра перед прошить и проклеить. Потому что тут очень мягкий винил. Мне никогда не попадался еще настолько мягкий винил, как у этого молда. Вот, и возможно, что будет даже без ламп. Вы знаете, хотя раньше лампу я не использовала, я почему-то боялась, что это что-то новое. Но мне с лампой намного больше нравится делать прошивку, нежели без лампы. Но новичку, скорее всего, будет легче без лампы. Я училась тоже без лампы. Потом уже, когда я поняла саму суть прошивки, Керри Борнингом я на минуточку занимаюсь. Лето будет уже два года. Я только не так давно стала в голове у себя понимать азы прошивки. Нужно развивать насмотренность в любой профессии. Так же и тут. И я помню по ночам. Я вот прошью какой-то сектор, лежу и думаю, а может, и сделала не так, а нужно вот так. Я в голове у себя крутила и понимала, как нужно, как в моем понимании, и как будет визуально правильно. Заказала я, вернее, забрала я заказ. Валбер, сейчас я вам покажу, что мне тут пришли. Я звала немножко, потому что я заказывала еще детские расчески для отправки. Они пришли все мятые. Так, во-первых, это медицинская карта. Давайте ее распакуем с вами, посмотрим. Это для ролевых роликов. Все же писали, что типа у вас не карта, а альбом для рисования. Но никто не знает, что обычно раньше было в детских поликлиниках, брали тетрадь, разрезали, или альбом для рисования и просто наклеивали. Там не было никакого, не знаю, вот такого вот раньше не было. Смотрите, какая прикольная карточка. История развития ребенка, сведения о семье, заключение врача. В общем-то здесь идет, вот видите, половинка напечатанных листиков, и потом идут просто чистенькие. Ну, такая вот очень прикольная медицинская карта. Так, это клей. Это памперсы на отправку. Ну, возможно, там парочку себе возьмем. Можем их сейчас с вами открыть, посмотреть. Такие вот какие-то с куаллой. Не помню, какой здесь рисунок. Такие вот подгузники с куаллами. Айвиби какой-то фирма. Кстати, по-моему, американская. Вот. Англия. Они мягенькие внутри. На удивление прям. Ну, не на удивление, они очень мягкие. То есть, у них здесь индикаторы есть. Они по качеству примерно как памперс. Такие вот, видите, кругленькие липучки, чтобы не ранить малыша. Размерчик хороший. Это у нас Ньюборн. Размер. Да, вот видите, Ньюборн. 22 штучки. Стоили недорого. Брала в основном на отправочку. Прикольная, кстати, очень упаковочка такая. Дети, с ручками. Так, и пилонки на отправку. Что-то там приклеилось. Четыре вот таких вот расцветочки. Мороженое, сердечки, звездочки и серенькое облачко и радужки. Кому-то, кто заказывает у меня малышей, попадется какая-то одна из этих пиленок. Кстати, кто хочет заказать у меня малыша, планировал, обязательно заказывайте. В описании под видео есть ссылочки на мой инстаграм и вконтакте. Туда вы мне можете всегда написать. У меня очередь на заказы, поэтому нужно забронировать молд и занять свое место в очереди. Также молдики есть в наличии, поэтому пишите, все с вами обсудим. У меня очень лояльные условия оплаты. Всегда, если люди просят, даю рассрочку. Всем привет. Я съездила на маникюр, сейчас вам покажу дома. Также сходила в магазин. Я за две недели очень сильно стрессанула. Расскажу вам дома, почему. Сейчас дойду домой и все, увидите. Я пришла домой, я съездила на маникюр, ходила в магазин, сходила на Валберес. Набрала много вкусняшек себе, потому что у меня сегодня, наверное, день тюлень. Я очень стрессанула в последние недели две. Почему? Потому что я работала в очень бешеном темпе. Я никогда так не работала. То есть перед переездом к родителям я делала это речи очень быстро кукол. Просто в сумасшедшем ритме за неделю, по-моему, я сделала две куклы и расписала. Тут я их прошивала очень быстро. Сейчас у меня уже будет следующий малыш. Это Коди. Коди Бэйр. И после него у меня будут двойняшки. Уже наконец-то дойдет очередь до двойняшек. Но есть вопрос с Коди, потому что здесь я не хочу расписывать у родителей, тащить это все сюда. А там на квартире вот сейчас сделают детскую. В детской же мой кабинет балкон, да? Но унитаз пока устанавливать не буду. То есть куда ходить в туалет, большой вопрос. Но, скорее всего... Фу, я запыхала и шла по лестнице. Уже начну делать. Но стрессанула я жутко. И сегодня я сидела на мейкере, меня еще подтрясывало. Потому что это все ответственность. Отдаешь куклу, это всегда ответственность. Ты переживаешь понравиться или покупателю. И если обычно, когда я делала куклу, она у меня еще пару дней лежала, пока я ее проклею, то до сих пор я успокаивалась. То тут я их отдавала в бешеном ритме. Сделала, отправила. Сделала, отдала. И получилось так, что я очень сильно стрессанула. Вот я сегодня поспала. Хотя до этого я не спала вообще. До 11. Собралась, ездила на маникюр. И вот после маникюра приехала, зашла в магазины. Вот они, собаки, да? Да, собаки какие. Какие собаки? Вот, сейчас я вам покажу, что я купила. Нахватало просто я там уже всего на стрессе. Серьезно, просто на стрессе, знаете, заесть стресс называется. Вот на самом деле. Кстати, вот такой вот маникюрчик сделал. Решила делать нюд. Он менее всего заметен, да? И он самый натуральный. Мне кажется, очень красиво вышло. У Ричи тут истерика. Ричи, да, иди сюда. Так, купила два пончика таких. Два пончика шоколадных. Это Никите на работу чай. Мама попросила купить молоко. И, 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 и батон. Это я зеленый лук купила, Никите. Себе я набрала, посмотрите, газировки. Кто пробовал вообще этот крэйзи микс с попкорном? Просто офигенно. Мы вчера с Никитой ходили в магазин, его не было. А я первый раз пробовала, я так расстроилась. Потом взяла бы, вроде, вот такой вот королева пчела. Это у нас с малиной клубникой, вроде. И вот этот взяла я. Это Royal Blue. Слушайте, это, наверное, ежевика черника. И там еще была с клубничкой, но с клубничкой я не взяла. В следующий раз попробовать. И такой йогурт. Вот такой йогурт Никите, а этот мне. Дальше вот такая вот штука. Это тоже для съемок у меня будет на неделе сниматься видео про больницу. Здесь пустышка, видите, к ней присоединена трубочка и шприц. И также, смотрите, что я купила ляму. Пенал, я же обещала, что куплю пенал. Покажу вам еще в другом видео про его школу. Сейчас покажу быстренько. Вот такой вот пенал. Здесь идет даже, видите, сразу набор принадлежностей. Вот, так что такой вот пенальчик классный. Все, я открыла вот эту вот газировочку с пчелкой. Очень прикольная на вкус. Тут вроде как мало, да, тут без сахара якобы газировка. Ну, заявлено так. Вот, но попробуйте, если кому-то попадется. Она очень-очень вкусная. Прямо необычные вкусы. Так что, чок-чок с вами за то, что я закончила заказики. Немножко я разобралась со своей очередью. Слава богу, на заказы. Кто хочет заказать куколку, у меня в описании под видео есть ссылки на инстаграм и вк. Вы можете всегда туда написать. У меня есть молдики в наличии. Также можно любой другой заказать. Есть очередь на заказы, сразу предупреждаю. Вот, ну, прям для меня эти заказы стали такими стрессовыми. Сейчас я скушаю донатик, такой донат, как он называется. Мне было брать вот эти вот, а там только два, по-моему, было красных или три. Ужасные слезы. Сейчас внизу такие, аж как черствые. В первый раз такая. А вот эти вот, они прям мягенькие. Ну, ладно, как есть, всё равно вкусненько. Я уже покушала, лежу. Вот, и думаю, что мне делать. Скоро с работы будут ехать родители. И мы поедем покормим котов. Так как они сейчас живут на квартире у бабушки и дедушки временно, мы их приезжаем, кормим, потому что... Ой, ветернышко, боже мой, свинюха. Вот, потому что у нас же в квартире идёт ремонт. Также потом заедем к нам на квартиру, нужно взять вещи. У меня завтра будет день съёмок. Вот, и, наверное, я вам ещё это досниму, и тогда закончу этот влог. Вот сидят мои малыши. Такие карандаши сидят себе, отдыхают. Короче, сейдем покормим котов. Ой, я сейчас вам покажу. У меня всё попадает. Вон там, вот, лежит скатаскоп для съёмки у врача. Квартиру не снимала, что делали, потому что по факту нифига не сделали, ездить просто к рабочим.